Музыка 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 это у нас было это переход в бытие и забыть и еще как не диалектичное определение вас не диалектичная то есть я бы так сказал то что вы сказали правильно но не истинно это тоже правильно вот и у вас правильно и у вас правильно и у вас не истинно и у вас не истинно почему не истинно это означает правильно но не но односторонние вот вы взяли один переход а вы взяли другой переход этот есть есть значит я не могу сказать шоу не то сказать почему не то вы то сказали но не досказали а вам что я могу сказать правильно и вы правы вы то сказали что надо потому что есть обратный переход но вы не досказали это вот тут мы видим отличие формальной логике диалектической форма не луи точки зрения вы сделали правильное заявление вы сделали правильное что требует диалектика об одном и том же надо сказать прямо присположены утверждение сказать это никогда не удается сразу потому что вот я могу слушать двумя ушами и смотреть на вас двумя глазами а вот если я излагаю диалектику то я должен сначала одну мысль сказать а потом противоположную потому что я не могу сразу высказать две и одним языком и вы не можете воспринять поскольку восприятие мыслей тоже идет последовательно вообще это вот вот кажется что у вас книжка вы представьте себе в телеграмму это растянуть в одну строку книжку можно вот одна строка не надо это по страницам размещать вот так 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 а вот в одну такую строку и что там остается делать а вот только делить на куски и что зачем как вот при этом через одну строку объяснять людям как устроен мир рассказывать чтобы они поняли это очень сложно то есть эту особенность человеческого мозга или скажем неудобства которые связаны с тем что я не могу сразу две мысли высказывать а вы не можете сразу две мысли воспринимать а если мы двое встанем будем кричать и одно один другое все равно вас вас одна голова они две и и поэтому ничего не получится поэтому вот приходится с этим считаться истинное определение и она у вас было дано если вы там полистаете что такое становление то вы обнаружите что становление это движение исчезновения бытия в ничто а ничто бытии то есть это не так что вот одно движется потом останавливается пошло в другую сторону знаете как майки туда сюда нет сразу идет вот мы с вами вы умеете сейчас или не умеете надеюсь я что уверен вы же занимаетесь еще не шили вы если вот занимаетесь не умеете я считаю что тут даже нечего колебаться и скромность у совершенно ни при чем то есть если вы в ходе занятий которые соответствуют вообще вашим устремлениям и соответственно у нас есть и план соответствующей работы собой то есть нормальное состояние студента что он умнее то есть если вдруг что-то с вами случилось такое то тогда дача как-то тут нечего колебаться правильно а с другой стороны но мы же с вами умираем но если вам не хочется про себя говорит но про меня можете сказать а будете доказывать всю жизнь что вы не умираете отойдете до моего возраста как ну теперь вот но на самом деле вы понимаете что если человек если вы хотите не умереть есть от этого одно только лекарство не родиться правильно вы хотите быть бессмертным не рождайтесь живое она в чем смысл живого и во первых в том что она рождается что она поддерживается внешней средой равновесия идет обмен веществ постоянный да это способ существования белковых тел но не то что ничто не вечно под луной да еще и во всем есть процесс не только в живом во всем есть процесс приходения вот ручка ваш это не вечно я вам ничего нового не сказал часы через несколько выбросите их вот этот конспект он может его поставить и хранится там чтобы ваши дети или внуки вы потом полистали какой я был датка сейчас вы умеет когда я был еще не такой умный как сейчас а вот тогда еще тогда я писал такой конспект а знаете как у тебя как-то конспект то есть все это все подлежит или вы можете привести пример что-нибудь чтобы не подлежало прихождение можно привести такой пример что у нас не приходящих нет ничего такого материя она вся обладает таким вот такой характеристикой что все приходящие в то же время во всем есть движение не только бытия в ничто но и превращение не что бы си что значит вы занимаетесь как занимается что вы двигаетесь от чего открыт вы двигаетесь от ничто конфликтолога конфликтологу завершившим свое обучение конфликтолог бакалавра так правильно поняли если в бакалавр считать бытие то у вас и имеет место движения не что бакалавра бытие как ответить на вопрос кто вы вы кто находишься в процессе становления конфликтов да я конфликтолог становления если кратко говорить вот вас придут пристанут вы туда как нет вот он лучше сказал а еще короче а я вот вам сказал короче а вы не вас приняли спросите меня кто я и то есть я буду вы а я этого кто я конфликтолог становления вы ну если я это вы то я конфликтолог становления а вы себе преподаватель вы кто вот это вот все понятно правильно что тут непонятно все вот видно совершенно ясность то есть вообще внимания ясность ома ну я хорошо рассказать я конфликтолог становлений чтобы не думали ну что у этого я такой а тувя не то я нечего я на час студент я ничего что savaщ ни чего как ничего вы конфликтолог короче конфликтолог можно сказать сколько пак нет вот выдаю о чем а как вы понимаете от короче как шарг University так когда вот открываешь я вток хочу сказать уже говорят короче. Конфликтолог в становлении. Короче кто? Кошка? Рыба? Лягушка? Или конфликтолог? Ну, а с чего вы сомневаетесь? То есть, если я конфликтолог в становлении, я могу сказать, что я конфликтолог? Да или нет? Могу. Скажите, какой же вы конфликтолог? Как какое? В становлении. А вы что думали? А что, это плохо, что ли, что в становлении? А вы еще закончили свое становление? Вы хоть в становлении, а я вроде как уже тормоз, перестройки. Что плохого в этом? В становлении присущи не все свойства, что присуще конфликтологу. Вы слишком много знаете. Меня вот тоже я удивился, мне профессор Никитин, астрофизик, я к нему захожу, он там сидел в какой-то комарке, у него был такой портфель драный, добитый книгами, он сидел сюда, я к нему захожу, он говорит, Миша, ты плохо выглядишь. Я говорю, а что значит? А ты, наверное, много читаешь. Я говорю, что это плохо? Ну, конечно, ты разучишься думать. После этого я усвоил, и вам тоже советую, что если у вас какое-то время есть, ну, половину времени вы читаете, а вторую половину думать не надо. А если вы будете только читать, что получится? У вас не будет, не будете конфликтологом, ни в становлении не будете. А кем вы будете, если будете все читать, 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 читать? Многознание уму не научает. Когда все просчете, что у нас, вот, в библиотеке Академии Наук, что вы, кто вы будете? А? Кто? Нет, библиограф вы будете. Я приду, скажу, а вот скажите просто, а где найти вот эту вот книгу? А он скажет, ну, этот индекс такой мне дадите, я найду. Это хорошая специальность, но это не конфликтовок. Так, кто знает, что значит умный человек? Есть такие люди? Вот мы с вами уже обсуждали вопрос, что вы вроде как умнеете. Не мешало бы и знать, а что это значит-то? Ну, в первую очередь, понимающим. То есть, воспринимаем, то есть, потребитель знаний. Понятно. Умный человек, это который потребляет знания. Я бы сказал, что... Вроде как спортсмен, который ест спортивное питание. Нет, кто знает причины. У него вот такие бицепсы. Но ничего... И вы знаете, что те, кто наедят с этого спортивного питания, они никаких рекордов не ставят. Они все потребляют, потребляют, потребляют. А если вы, так сказать, думаете о своем развитии, вы должны что, потреблять знания или воспроизводить знания? Воспроизвлять, осознавать... У вас потребление вообще это задача, или у вас задача воспроизводить знания? Средства. Только средства. Вот совершенно правильно. Только средства. А воспроизводить знания, если конфликтолог какие-то знания не может воспроизводить, он даже и не в становлении, он так в состоянии ничто. Правильно? А если вы можете что-то воспроизводить уже? Я вот сейчас и проверяю. У нас были лекции. Потом небольшой перерыв, и уже этих знаний нет. Это о чём говоришь? Что есть замечательное свойство нашего ума. Что если что-то вы не применяете, оно улетучивается из вашей головы. Но вы тогда решаете, что вам надо использовать на будущее, а что не надо. Если оно всё у вас будет улетучиваться, то вот это самое ваше обучение идёт с прихождением. Вам после и после девушки. А у меня человек – это результат, который умеет правильно и грамотно осуществлять полученные знания, применять их. Правильно умеет применять полученные знания. То есть он только чужие знания может применять. А сам он не соображает ничего, что ли? Хорошие у вас высказывания. Мне нравится оно. Правильное, но не истинное. Потому что у вас сам человек ничего не делает. Он только вот… Я получил от вас знания и применяю. Да это чьи знания? Ваши. Я их переложил себе в голову и применяю. А что я? Чем же я умный? Да я транслятор. Вы у меня спичрайтер. Вы сейчас мне напишите. Видели, она мне всё написала лекцию. Я только зачитываю. Причём я способный. В том смысле, что то, что она мне написала, я это выучил там в коридоре. У нас занятие не здесь ЕС-11-40. И я с 11-40 тут свободно излагаю то, что она мне написала. Да? Вы им не рассказывайте всё. У нас в творческой лаборатории же с вами. Спичрайтер. А я? Озвучивают. Так и говорят. Озвучивают. То есть, одни китайские болванчики озвучивают, а другие, которые соображают, они спичрайтеры, их не допускают. Потому что, а вы никто, если вы только спичрайтер. Я вот тут на трибуне, а вы там в рядах сидите. Это есть в нашей жизни сейчас? Вон Леонид Ильич, понимаете. Встречается с Тетчер. И говорит, дорогая Нира Ганди. Ему говорят, Леонид Ильич, это не Ганди. Это Тетчер. Дорогая Нира Ганди. Леонид Ильич, это не Ганди, это Тетчер. Дорогая Нира Ганди. Леонид Ильич, это не Ганди, это Тетчер. Да я вижу, что Тетчер. А написано Ганди. Вы не видели таких трибунов? Их много таких. Или наоборот. Тот же самый Горбачев. Он ничего не написал своего. У него ничего своего нет. Никакой идеи. Никакой статьи. Ни одной. Вот сейчас начальник аппарата его, Болдин, опубликовал книгу. Болдина. Про Горбачева. Ну, про все эти дела. И он там свидетельствует, что я не видел ни одной самостоятельно написанной им статьи. А якобы он книгу написал, новое мышление для нашей страны и для всего мира. Прямо Гегель номер два. Дескать, есть формальная логика, Аристотель разработал, есть диалектическая логика Гегель. А есть новое мышление. Горбачев. Новый Гегель. Та-та-та. Красота. Вот. Поэтому, а скажем, такие люди несерьезные, как Ленин, Маркс, Энгельс, Сталин. Ну, они уж, по крайней мере, то, что они сами, так сказать, думают, то они и излокали. А не то, чтобы им кто-то написал. Дал такой был даже эпизод. Сталин однажды... Я вам дам сейчас слово. Сталин однажды дал рецензию на книгу молодого автора. И тут вышла книга, он написал положительный рецензий. Я не написал, что он автор молодой, и я вот написал рецензию, потому что трудно пробиться в искусстве, в литературе, новым талантом. Старые уже там есть, а новых не печатают, не берут. Вот я написал. И вдруг выходит разгромная рецензия одной женщины. Солидной. Что вот он такой, что он ввел в заблуждение самого товарища Сталина. Там написано. Ну, как бы она пишет, что это дрянь книга. Все. И вот Сталин снова на эту тему пишет. Говорит, я вот написал рецензию на книгу молодого автора. Ну, и дальше я буду делать только рецензию, буду только на книге молодых авторов писать, которые никак не могут пробиться, так сказать, как публики. Насчет того, что меня вот автор ввел в заблуждение. Почему вы думаете, что так легко введить в заблуждение товарища Сталина? И все. Эту тему, так сказать. Ну, если бы вас не вводили в заблуждение, это от кого зависит? От вас или от кого? А если я буду только с помощью спичрайтера говорить? Ну, тогда извините. Но, если я буду только ретранслятором, даже сам читаю и воспроизвожу. Вот память у меня, так сказать, хорошая. У меня отлично плохая память. Плохая. Потому что... Есть люди с механической памятью, они могут все угодно повторить. А мы даже вот там такие вещи, как значение числа пи, заучили, придумали всякие к ним способы, как это запомнить. Вроде как вот есть такая сказочка. Это я знаю и помню прекрасно, пи многие знаки у меня лишние напрасно. По числу букв в этих словах, вы будете 3, 1, 41, 5, 9, 2, 3. Это вот значение числа пи. Вам слово, я не забыл. Да. Пожалуйста. Обумным человек. Да, давайте. Я считаю, что умный человек заключается в нескольких способностях. Ну, если что-то не забуду, то это потребление знаний, их анализ и воспроизводство новых. Ну, вот так. Но еще очень важный момент, это уже мой взгляд, это наличие критического мышления. Но это часть анализа. Ну, естественно, это часть анализа. Конечно, если нет анализа, критического мышления, какой будет анализ? Будет одно чтение. Значит, в принципе, это правильно. Я бы это все равно короче сформулировал. Но это уже детали. Скажем, умный человек, который настолько начитан, настолько способен, что он может самостоятельно приходить к правильным выводам. И все. А знания? Правильным выводам. Что вам новые... Какие новые знания, если вы к неправильным выводам приходите? Выводы-то. Если я прихожу к правильным выводам, это значит, что у меня есть знания. Как вы проверяете знания? А если ваши знания книжные такие, что вы знания имеете, не можете нигде их применить, то вы не умный человек, а вы начетчик. У вас знаний много, вы применяете их? Нет, не применяю. Ну, тогда извините, а кто вы? И тогда мы не берем то, что Гегель назвал абсолютной идеей. Отражение мира – это еще полдела. А его преобразование – это самое главное. Если я хочу преобразовать, я должен правильно понимать. А не просто что-то запомнить, что написано было. Ну, в принципе, то, что вы сказали, совершенно не просто правильно, а вообще верно и хорошее определение. Нормальное. То есть, я могу вам предложить свой вариант, но вовсе на нем не настаиваю. То есть, если вам кажется более коротким, так и хорошо. Вы немножко его удлинили, подумайте, как его сделать. Вообще, для того, чтобы в науке сохранялись какие-то определения придуманные, надо их стараться предлагать очень лаконично. Если они какие-то… Вот вы сами сказали, что не надо говорить про критический взгляд, потому что это входит в понятие анализа. Ну, и так далее. А у вас, собственно, два момента отражены. Первое – это надо освоить предыдущее знание. И второе – надо уметь его применять так, чтобы приходить к правильным выводам. Ну, или дальше, так сказать, приходить, и следовательно, и пользоваться именно практике уже применять. Хорошо. Ну, вот это мы сейчас двинулись назад. Почему? Потому что мы стали выяснять, а что такое становление. Хотели применить эти знания, применить к становлению социальному. Мы все подбираемся к тому, чем заниматься конфликтологу. А как мы будем подбираться, если мы по дороге потеряли все ключи? Мы пошли ремонтировать, взяли с собой чемоданы. Сначала в левой руке этот чемодан у меня был, я его поставил и пошел дальше, потому что я поговорил по телефону с левой руки. Потом я поговорил по телефону с правой руки. Потом пришел, ремонтировали. А у меня нет ни в правой руке, ни в левой руке. Значит, вот наши знания не должны превращаться вот в такие чемоданы, в которых лежит всякое барахло. Умственное барахло. То есть, что-то, по-моему, накидали какие-то знания, и вот мы и таскаем с собой. Неважно, в каком виде. В виде того, что это вот на дискете, на флешке, в голове. Какая разница? Вот про Кауску писал Ленин, что у него, говорит, видимо, в шкафу или в голове есть ряд деревянных ящичков, в которых все выдержки из произведений Маркса и Энгельса разложены аккуратно. В шкафу или в голове есть ряд деревянных ящичков. То есть, надо, чтобы ящички были не деревянные, чтобы это было то, что вы освоили, как некое усвоили. Что такое усвоение, кто-нибудь знает? Усвоение, что такое? Вот, вы сейчас должны что-то сказать. Делание, что ли, чего-то своим. А? Вот, делать своим, да. Вот то, что вы сделали своим, уже не чужим, которое вам кто-то излагает. Если вы это отторгаете, то есть, вы не переработали, вы должны ли отвергнуть справедливо, если это неверно, да? Или если вы считаете, что это правильно, верно, истина, то вы, если это сделали своим, не чуждым себе, что это кто-то вам должен рассказывать, пересказывать, а вы сами это знаете, это вот усвоение. У Маркса определение очень простое. Усвоение это, или присвоение, присвоение это превращение в свою жизнедеятельность. В свою. То есть, вы то, что было вот там, преподаватели дают, книжки вычитали, а вы это сделали вообще своим. И вот как сделать это своим, вы развиваетесь. Так, возвращаемся к нашему становлению. Встановление это движение исчезновения бытия в ничто, и ничто в бытии. Давайте попробуем. В нем есть два момента становления. Какие? Тоже мы говорили. Какие моменты становления вы знаете? Два противоположных движения, в одном движении, как они называются? Вот, вас я спрашиваю. Встановление, какие вы его усматриваете? Два противоположных движения. Вот, а становление это и ничто в бытие, и забытие. Да, и как они называются? Вот когда ничто переходит в бытие, не было и стало, как это называется? Прогресс. Как? Нет. Это называется возникновение. А, ну да, возникновение и исчезновение. Поэтому я просто напоминаю, мы говорили о вас. А было и не стало. Было и исчезновение. Как? Исчезновение. Прихождение. приехали в день, все приходящее. Но если вы денег не будет. Все приходящее. То есть, если вы это только усвоите, вы будете это уже мудрецом. Все бы вам не сказали, вы скажите, ну, это приходящее. Вот у нас то, то, то. Ну, это приходящее. Неважно, хороший или плохой. Это ко всему же относится. ко всему философии взять только всеобщей категории или возникновение возникновение это что до переход ничто бытия не из ничто бытия не что бы си если я скажу из это как бы я перехожу так а сама в мышлении сама не что если начнете мыслить они что вот начнут помыслите не что можете помыслить это самое простое вам задачу даю всем другим не жалеет а не будь я нет и помыслить его не max я вал奶а я вам летам и не говорил я вам про фаму мне прием я вам про нен tio вы мне прокают нибудь я не знаю что коне возиться в мне забивайте голову такими сложными категории молодой человек я не могу помыслует ни что кажется не можете когда вы сейчас и мысли SMITH подумайте сами послушайте себя если вы высказываете человека если что-то высказывает он сначала до это в голове должен дать сигнал вы не думаете что вы даете сигнал своему языку это сказать ну как же вы не помыслили то дорогой товарищ не надо обманывать а я не спрашиваю насчет вашего понимания вы помыслили его вы же высказали его если я назвал его по имени это значит что я его помыслил а как же вы у вас что язык он у вас не управляется мозгом здорово у всех так нет или только вот он а вот опять начинается гипотеза старая у меня возникает животные вы или растение вот то что вот то что дерево не мыслит это точно интересно но если я говорю не что значит не что а если а вы подумаете немножко вы зря отталкивались вы вместо того чтобы напрячь свою голову вот вы только что правильно кто такой умный человек вы чего хотите показать что вы не умный что ли и не спрашиваю что вы считаете я не хочу ничего показать как не хотите как михаил студентом вер который приходит на экзамен должен показать свое знание вообще это плохой что ли хорошо вы будете на защите выпускной работы не будете показывать что вы но такой учиться собираетесь этому или нет учиться я собираюсь сейчас сейчас вы учите вот сейчас со мной и учитесь как вообще показывать знание ну сейчас со мной прямо вот я и спрашиваю вас чтобы вы выросли чтобы я выросли чтобы вы выросли на ком сейчас вообще заботимся с вами обо мне ли о вас как вы считаете но вы студент или я студент я ну так мы об заботимся о вашем знании так вот если вы они что говорите значит она у вас в объектом рассмотрения велась вот вы уже его отторгайте вот если это ваша сумочка нет ваша не сумочка пенал да но это не ваша вот ручка ваш да не мне сюда взять и сюда да не жадничать я эту ручку брать не буду я взял вашу ручку или нет вот умный человек а вы кто вы мне сказали я это не что рассматривать не буду и что это значит вы не только его не раскидываетесь этим ничто вы его отвергаете я с вами соединяться никогда не будут что я сделал вот вот я ничего не говорил и мы с ним не соединились а с вами я не буду соединяться а гегель говорит чтобы нарушить или спокойствие выкинуть из храма его приходится обнимать до диалектика надо вот эту диалектику осваивать сейчас они тогда поздно будет сейчас осваивать то есть а мы в какой стадии находимся мы с вами в абстрактной форме в самый простой легко усвояемый относительно легко усвояемый рассматриваю вопрос о бытии не что я хочу вам сказать что вот сегодня появился ролик у пучкова гоблина мой который посвящен введению наук лойки это час сорок такой ролик если вы берете развед опрос там найдете вот этот самый ролик где значит товарищ пучков я вот как вам задаю вопросы но он так вот никак лучше отвечать честно он вообще не специалист в этом деле я даже спрашивал как мы вести вот я лекции что ли буду читать это скучно а если я буду вам задавать вопросы но я понимаешь когда задаешь вопросы вы сами чувствуете можно есть попасть не в попад и человек какой-то слабый если он побаивается что он будет публично там скажет что то не тут да но если человек хочет научиться как вы или как вы он не боится или как любой студент правильный или студентка он не должен бояться сказать не в попад потому что если я хочу научиться плавать что нужно варахтаться надо а если вы на берегу хотите научиться плавать таких не было ни одного человека который научился плавать ни одного и может его и воды гладить и правильно и что-то неправильно сделаете вас еще может нас вытаскивать надо будет вот можете снова к этому вернуться поскольку идут хорошее такое пособие ну это для тех людей которые тоже никогда это не изучали то что там публика обычно это люди в возрасте там 25-35 лет они уже занимаются другими делами некоторые говорят ну это вообще черти что а другие говорят вот как вот так еще не говорят тех кто такой поставили их убивать надо разные там мнение разведопрос набирайте вот в поисковике вот наверное уже сейчас вы наберете развед опросы все потом набрали там вы находите этот самый но это вот такое занятие вот он попросился как я до этого выступал потом по содержательным вещам скажем один нас была философии ролик 2 был там я посмотрела больше сотни тысяч человек 2 фашизме все временном это вот конфликт большой час вот конфликтовым вот так это советую вам о фашизме иначе к фашизм посмотрите узнаете вот значит тоже больше сотен ну где-то 110 тысяч посмотрела человек это дело ну а это нельзя какой-нибудь учебное такое ну какой-то надо учебное такое экзотическое не то что чему все привыкли ну и вот это экзотическое экзотическое в том смысле что людей которые знают диалектику на очень мало легче сказать сколько их не знает сколько чем сказать кто знает вот поэтому эти трудности которые вы там ощущаете это естественные трудности потому что одно дело формальная логика а другое дело когда вам и вот мы уже говорили в начале что нужно 2 2 мысли удержать в голове одновременно который противоположен например вот вот у вас недостатки есть есть сейчас я буду вам такие вещи дальше не вы же за анализ критический да давайте я сейчас буду вас ковырять смотрите она без садки недостатки у вас они в действиях проявляется да каких хороших или негативных антиобщественных начинать не а что тогда не какой а чего на себя наговаривает если они в хороших есть их проявляется вот вы что-то вкусное принесли и угостили идите сходите принесите мы с удовольствием сейчас закусим я запущу вас в буфет это что недостаток ну какой то можно сказать что он недостаток он вместо того чтобы отвечать на вопросы пошел в буфет но вы санкции с ведома пошли пришли потом народ уже перенапрягся а тут он пирожок будет закусывать и как-то глядишь и усваивает эту самую с диалекте куда она лучше пойдет то есть все-таки раз вы за анализ то скажите что вот если у вас недостаток недостаток это ваше отрицание правильно чего а вы себя утверждаете в недостатку этого негодяй какой-то подлец или вы в недостатке или это вот не достатки это противоположность ваша в вас это ваше отрицание ладно про вас не будем говорить и будем про меня скажем вот мои недостатки я вам заявляю или вы считаете что у меня их нет недостатки это не противоположность а часть да кусок тогда час товарищка фамилия ваша срочно на хирургический стол срочно крючка усыпляем недостатки это часть часть мы удаляем аппендицит удаляет недостатки удалить тогда нет проблем удаляем недостатки возвращаем вас сюда и прекрасно вы на все отвечаете без если эта часть хорошо подумали хватанули эту категорию часть часть и рука то хоть знаете где ваша кончается ну что приблизительно где где-то вот здесь хочу она без крови у вас чему ну если я про живую руку спрашиваю ли вы уже оторвана у вас рука это там только прикрывается вот это что уже мертвую вас что она здесь только кончается а в сердце вас не под не не дает артериальную кровь вашу руку я не понимаю что вы имеете я имею ввиду где ваша рука где вот как вы можете эту сказать где кончается рука где она начинать теперь ваши вот вы так не делаете у пальчиками сделайте так пальчиками но могу сделать а это вы откуда сигнал получает ваша рука так она рука не отсюда начинается ваша живая а чё это это не относится к тому как движение руки не относятся к руке и тела могут взаимодействовать друг с другом не значит они сливаются в единое целое ну то есть сливаются ночью не единое желание вот у нас есть вот у меня уже есть желание у меня уже есть желание вас расчленить да счастья без целого нельзя понимать эти вот есть категории двойные такие вот все такое вверх это не низ а что такое низ определение не вернулся через отрицание все определения только и даются через отрицание чтобы вы знали вот был такой философ спиноза слышали такой фамилии на вот он говорил детерминацию с ногаться вот мы прямо против спиноза тут бухайте прямо причем но спиноза тут причем вам варили правила определения и одно из них определение не нужно даваться через отрицание что еще раз вам повторяю спиноза вас преподаватель спиноза был нет и гегель я же вам не свое даю сейчас я свое свое определение вот надо выдумать когда вы создадите философскую систему другую тогда вы возьмете и поставите свои определения вообще определение я могу придумать что определение в течение часа хотите сейчас от прекращаем и сейчас я буду писать обойдет это не проблема определение нужно дать когда вы строите научную систему и в ней в ней вот они должны все скоординированы быть понятие поэтому скажем тот же гегель вот он сослался на спинозу но у него отличие от спиноза есть определенность категории и определение если я сейчас скажу что определение гегель вообще не поймете я вам сейчас поэтому и скажу как на вас надо весь морально качество которое в себе в простом нечто и сущностно находится с другим в единстве другим моментом этого нечто с в нем бытием есть определение а вот определенность это отрицание и определенностью человека говорит гегель является наличие мочки на ушах чтобы вас отличить от растения и от других животных достаточно сказать про вас достаточно характеризует человек я говорю что вас отличить отличить от других животных и от растений в том числе у растения мочки видели на ушах во первых у растения нет ушей а у вас есть вы чувствуете я вас возбушаю же вот вторых у них нет мочки на ушах по той причине что у них нет ушей а у вас есть а больше ни у каких животных нет это есть вот такой биологический факт поэтому можно сказать человек это животное у которого есть мочка на ушах мочка на ушах это ваше выражение ваше отрицание вы мочка или мочка это ваша это не вы это часть меня ваша часть это вы не целиком но раз не вы слышали вы не то увидели нет вы не то увидели не целиком целиком не чувствуешь это не есть весь я да молодец вот то есть счастье то ваше отрицание да почему ну вы же сами говорите это не я не весь я весь я короче не я ну если ну потому что я это когда весе а когда мне что меня без головы хотите взять вы хоть думаете если вот это вот если вы меня возьмете без головы это не весь я и вы горит вот михалович вот я вас так вижу вообще это очень возмутительно со стороны студентов так себя вести на занятие значит запомните определенность есть отрицание а дальше вы берете науку логики том первое учение бы си доходите до наличного бы сия на личном бы си наличный быть есть результат снятия становления а раз у нас результат снятия слайня ходит на лицо бытие человек следовательно есть становление а встановление есть ничто и вот это ничто которое в становление то который в наличном бы си называется небытье я вам просто пересказываю и вот это не ботие принятое бы те так что конкретное целое имеет форма вы сия называется определенность и сейчас я буду называть ваши определенной вы туда вот у вас рубашка или куртка черная кофта кофта что-то женское понятие что-то у вас я бы не советовал особенно в наше время то когда-то всякие браки однополые завершается кофты а это у вас пиджак ну вот видите рубашка а у вас кофта то есть две женщины сидят в 1 в кофте другая в рубашке понятно молодая ну ладно пусть кофта таков то тем более кофта это вы или не вы нет ну нет видите нет нет и видите это ваше отрицание не я вот и не вы хорошо кожа это вы выросло же ладно оставьте кожа кожа это вы кожа вашей то есть меня участи то есть вы или не вы что меня я не спрашиваю меня или тебя для его дихотамина на я не отделяю но вы то и вы вообще понимаете что вы даже не понимаете что ваши недостатки это ваше отрицание вы срослись этими недостатками недостатки это часть как у нас называть я это вы вот я чувствую дьявол это недостатки недостатки которые не распределён обсуждения потому что потому что это не счастье это не я нет сейчас мне напоминает меня спрашивают у меня вот такие как у меня но не но я не во всех короче значит недостатки это не я все слышали товарищ попался нормально недостатки это не я нам это достаточно тихо 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 а не я это отрицание я то есть ваши отрицание и приплыли к тому о чем я с самого начала говорил недостатки это вы это ваше отрицание моей недостатке магии отрицаю ваши недостатки они ж не во мне а не вас а вы ещё просто что повороте то еще хотите ей приписать свои недостатки мvingе он специально с вами сел потом перекинет свои недостатки на вас что недостатки это ваше отрицаниеしました ну вы знаете почему он бушевал аррицание это ну вы же сами сказали все ты самят куда вышли входит входит в ваше определение в всякое определение потому что всякое определение это отрицание всякое посмотрите на свою на страницу посмотрите какого цвета лист где белый а если убрать взящий каракуль когда он у вас содержательный этот ваш лист когда он зачерчен вот этими самими вашими каракулями Ну, Каракли, тёмное – это отрицание белого или нет? Опять будете их подтворить? Тёмное – это отрицание света? Да. Ну и всё, слава Богу. Вот ваши определённости, то есть вы можете читать только потому, что вы белое зачернили. Или мат на чёрном белом можете писать на доске. Тёмное – забелили, осветлили. А в абсолютном свете, говорит Гегель, так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Что вы нам рассказываете, что вы абсолютный свет? Это Бог, что ли? Нет. Абсолютный свет. Вопрос. Да, у меня вопрос. Вещи, созданные мной – это я? Это ваше воплощение. Это ваше воплощение в объективности. Это ваше продолжение в объективности. То есть, как человек имеет продолжение в объективности. Вот вы как субъект, но ваше продолжение в объективности. Вот собственность, например, это в отношении субъекта к объективным условиям производства как к своим. Вот если не только даже ваше созданное, а вот если это ваш завод или фабрика, то хотя и не вы это создали но это все ваше продолжение в биксе у вас фабрика есть а пароход пароход я все еще студентов то есть какой корабль мог сейчас вот чем здесь сидеть сейчас вы знаете как поехали по неве по неве бы мы по нее вы плыли но кофе этого нашли бурка на кофе мы и сами бы наскребли и мы вы так вот хорошо вы вы так бы не они кидались потому что всегда можно в вашей за борт выкинуть если что значит можно сказать если это да вы струбил табуретку и она у меня дома просто да ну значит я кончаюсь в ростове начиная с петербурге вот здесь да 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 вы себя воплотили в том числе в табуретке вообще во своих делах человек вообще вот он в этом смысле бессмертен потому что свои как и как животное вы конечно смертный но как человек вы бессмертный в том смысле что все что вами создано за вашу жизнь она остается навечно в том числе у вас родители есть они вас не увековечили свою свою жизнь у вас как это часть да они вот это вы считаете что отчасти они говорят они над вами вот страдали все время это не случайно дети до трех лет ничего не помню то что что только с ними чего не только не вы не устраиваю я до сих пор помню как я за своей дочкой с балкона выходил ночью чтобы она не снова стола кричать и только я пересекают этот самый вот рубеж комнату и опять начинается обратно я потом стоя спал и сидя спал думаете а что не помнит еще падал и вы не помните конечно над вами не страдали особенно мама не мучилась когда вас рожала да ну а что говорить тогда если даже это взять почему вдруг увековечены как почему потому что культура это что такое это накопленный опыт человечества материальный дух он да он табаретку сделала вы ничего не сделали вы даже не усвоили вы даже не усвоили определение что такое определенность человек себя небомой люди который люди на этой табуретке сидели то есть новые поколения сидели даже если пропал этот табуретками она всяouchi но она служила свою службу и на ней люди что-то написали на ней никогда сидели что-то написали они просто так потому что она есть средство для дальнейшего развития человечества потому что все материальные богатства является средством для духовного развития правда в том числе и табуретка и можно стукнуть по голове тех кто не знает что такое определенность. У вас есть с собой? Нет табуретки? Принесите в следующий раз. Принесите. У нас быстрее пойдут занятия. Растение ударить? Вы его ударить хотите? Теоретически, как бы, рассуждаю. Нам не разрешают ударять. Но говорить про то, как я его ударяю, можно. Никто не запрещает. Он же понимает, ему же не больно. Мы с ним как бы шутим. В шутку я его ударяю табуреткой. Вот. А вот я его поэтому шутливо и ударяю. А он сопротивляется и правильно делает. Он уже не растение. Уже какой прогресс? Уже мы с ним разговариваем. Понимаете, какой уровень? Мы уже разговариваем о том, определение это, отрицание его или нет. Всякая определенность есть отрицание. Можно по этому поводу? Грубо говоря, если представить то, что весь мир белый, например, и то, что есть другие цвета, это как бы есть отрицание того. Конечно. Любой другой цвет, это не белый. И вы все. Это не белый. То есть отрицание. Такое, несколько. Недостаток, конечно. Ну, просто у всех вот отрицание, это их отрицание, вот недостатки, это их отрицание у всех, у меня, там, у вас, у вас. Это ваше отрицание. Никуда вы, так сказать, не считаете, что их можно просто вырезать. С ними надо бороться, правда, с отрицанием? Долго же надо бороться с отрицанием. Удается вам быстро избавиться от недостатка? Ну, вы видели курильщиков, что они эти плохие люди, хорошие, но не могут бросить. А достоинство это выражение ваше, положительное выражение. А отрицание ваше, а недостатки ваше отрицание. Вот если ваше достоинство перевешивает, то вы хороший человек, добропорядочный. А если недостатки, как у некоторых, перевешивает, которые они вообще считают своим воплощением, это люди... А вам не кажется, что достоинство и недостатки... Это всякие негодяи, сволочи, подлецы, мошенники. А что такое недостаток? Недостаток? Это ваше отрицание у вас. И все. То есть, только я могу считать, что вам не недостаток? Нет. Почему? Я говорю, что если они никак не проявляются у вас, ни в чем, то это не недостаток. Тогда вы просто на себя говорите, вот я плохая. Знаете, есть люди, как самобичеванием занимаются, самоплеванием. Я плохая, у меня то плохое, это плохо. Если они ни в чем не проявляются, вы ничего плохого никому не сделали, в обществе ничего плохого не сделали. Это не недостаток. Вычеркните его, если у вас перечень такой, недостаток, вычеркивайте. Остаются такие, которые проявляются, а проявляются они только в антиобщественных действиях. Можно вопрос? А то есть... Сущность-то ваша общественная, мы это вскрыли в прошлый раз. А если... А у вас еще действия есть такие, которые антиобщественные. И вот сейчас мы попросим вас на этом остановиться, да, пожалуйста. Можно попробовать? Да. Да. А если, например... Сейчас, например... Сейчас лекция, перерыв, перезвоните. Это будет 12... Нет, это будет 13 часов. 13 часов позвольте. Пожалуйста, оставайтесь на линии еще главное. Так. Вот смотрите, допустим, например, девушка приехала в какую-нибудь с Исламовскую страну. Ну, из России. Скажем, она ходит с головного убора. Ну. Это же будет общественное негативное для всего общества. Какое это всего общества? Какого всего общества? Мира всего? Нет. Ну, для этой страны, куда она приехала. Например, там нельзя ходить женщинам. Ну, это, смотря как. Если это страна, в которой какие-то исламские фундаменталисты в власти, то да. Но они это рассматривают как негативное. А вы тоже собираетесь рассматривать как негативное, что ли? Нет, она же не считает, что это негативное. Ну, Я приехал, давайте так, я приехал в фашистскую страну. Все фашисты считают, что я плохой. А что я от этого, так сказать, перестаю быть положительным человеком? Нет, предостаток, это то, что приносит общественный вред людям. Скажите, без головного убора. Общественный вред людям приносит то, что люди живут, так сказать, тогда, когда буржуазная революция сделала всякую религию частным делом каждого буржуазной революции. Люди живут в наше время после буржуазных революций под воздействием, так сказать, религии на власть. А власть, вот что сделала прогрессивная французская буржуазия. Что мы должны знать? В чем революция-то была? В том, что это стало частным делом каждого. Хотите, верьте, что есть черт. Хотите, не верьте. Я лично верю, что есть черт. Черт. Так? А это ваше дело. Но если я президент, премьер-министр, государство вообще, как машину носили, отделяется церковь от государства и школа от церкви. Это великое завоевание. Послушайте, а если вы за прогресс, вы должны сказать, что эти вот страны еще отсталые. Они не освободились от этого. Они никак не поняли, в каком веке они живут. И мы сейчас живем в веке буржуазном в основном. Вот прогрессивный характер буржуазной революции, в частности, состоит в освобождении государства от церкви. Вот именно, что есть разные точки зрения, что для кого-то это достоинство, а для кого-то недостаток. Если вы, вот это вот то, что вы сейчас сказали, это называется относительность истины. Истина относительна или абсолютно? Ну, Дукачев, есть разные точки зрения. Ну и что? Что есть разные точки зрения? Прости, точки зрения я останусь. Это мнение. Это сведение знания до мнения. Мало ли, что есть разные точки зрения. Мы же с вами изучаем не точки зрения, а мы с вами изучаем движение человечества. Человечество. Сейчас мы в какую эпоху живем? Мы в какую эпоху живем? В эпоху преодолённого феодализма. Это же характерно для феодализма, значение религии такое. Можно ещё вопрос? Да. Вот, например, женщина, допустим, живёт в Чечне. Ну. И, например... Какая? В женщине в Чечне очень много жило русских, а этих русских оттуда вытеснили оттуда. И это реакционное действие. Ну, давайте скажу. Например, она полюбила какого-то мужчину, на здоровье. А его нельзя любить. Такого не может быть, что нельзя. Любите на здоровье. Кого хотите? Её взяли камнями, закидали. В смысле? У меня знакомых... И Марию... И Марию Магдалину... Это реально не так. И Марию Магдалину закидали камнями. Я уже выбрала у жениха, а она взяла за ребёнку сбежала, а она не в детском... О чём это говорит? Что реакция бывает воинствующая? Да нет, это к тому, что для всех же... Не для всех, а для реакционеров. Вот для реакционеров ваши достоинства являются недостатками. Ну, а как жить тогда? Я хочу чуть-чуть... Как жить? Жить надо. Жить надо так, чтобы вы развивались, шли от низшего к высшему, а не от высшего к низшему. Если вы начинаете движение от высшего к низшему, то вы не положительный человек, а отрицательный. А у вас тогда есть, кроме недостатков, и достоинства. Вот. Мы достоинства эти тоже отличаем, но в целом вы уже перестали быть положительным человеком. Вот что тогда получается. И это происходит очень просто. У нас вот сидела лаборантка. На кафедре, где я работал, кафедра была экономики и права. Откуда у меня и ученый звание? Профессор по кафедре экономики и права. Поскольку я работаю на такой кафедре, и потом, соответственно, получил звание. И вот она изучала вопросы террора. Через дорогу у нас была кафедра истории партии. И вот на кафедре истории она была аспиранткой. И изучала историю терроризма в России. И так изучала. Потом вдруг один прекрасный день. Она одевает платочек на голову. Хотя она уже и в аспирантуру. И президентская стипендия у нее была. И все. И пропала потом. И конец. Что вы нам рассказываете? Это страшная история. Это страшная история. Это реакционная деятельность. Прониклась в этом? Прониклась, да. То есть, если вы не проникнете с диалектикой, вы проникнете с какой-нибудь реакционной теорией. Вы. Я не проникнула. Да вы-то не проникнете. Вот он-то точно проникнется. Он уже сейчас проникнутый. Мы вот не знаем, удастся нам его освободить или нет. Сейчас идет строжная характериция от недостатков. Первый ваш недостаток состоит в том, что вы не знаете, что такое недостаток. У меня вопрос. Пожалуйста. Если, например, я приношу вред не всему обществу, а какому-то конкретному близкому мне человеку. То есть, межличностных отношений. Это является своим недостатком? Но если, например... Это неизвестно. Это такой непростой вопрос. Потому что, если это все-таки вред только этому человеку, или вообще любому другому человеку в такой ситуации будете приносить вред. То есть, это носит такой частный характер, что это разовый. Или это нечто... Да из-за того, что он считает, вообще это не важно. Что кто считает. Я, например, считаю, что вы крокодил. Потому что такие вопросы задаете. Ну, только крокодилы могут как-то задавать. А вы можете считать, что я комар. Сейчас придете и раздавите меня. Что в этом плохом? Вот я могу помешать вам считать, что я комар. Вот я бы и советовал вам. Вы что смотрите? Преподавайте. И вы представьте, что он комар и все его, и к ногтю. Вот вы особенно. Я вам советую. Что вы так это? Вы спокойно так. А я представляю. У меня точка зрения, что вы комар. Поэтому, если мы на эту точку... Это все философия разбирала. Разбирала, значит, что есть объективный идеализм. Там нельзя так. Там, значит, есть то, что вытекает из развития идеи. А развитие идеи – движение от низшего к высшему. А не просто так, что я вот что-то высказывал. Есть субъективный идеализм. А субъективный идеализм – вот то, что вы... Вот если я вам есть представляюсь, как комар. Ну, это вот ваше видение. И все. И, так сказать, спорить с вами абсолютно бесполезно. Я и не буду спорить. Дескать, я вас все равно вижу, как комар. А я говорю, а он говорит, это писк. Ну, вы же стойте тогда на этом. А поскольку писк, я всякие писка не обязаны и слушать, так сказать. Мало ли там что-то пищит. Там кто-то прилетел сюда и пищит. Вот и все. То есть, это называется солипсизм. Вот представьте себе, я знал, что сегодня у меня будет лекция. Вот, давно вас уже я не видел. И вы приснились вы мне. Вот так сидят все. Особенно вот он приснился. И он все время, мне снится, каждую ночь почти. Это хорошо. Не знаю, ему хорошо или мне хорошо. Ну, вот хорошо. То есть, он вот как-то запомнится. А вы вот то ли запомните, то ли нет. Он-то точно запомнится. И вы запомните, мы с вами тоже тут спорим. А кто еще со мной не спорит? Ну, это вот как вы, инертная масса такая. Вы чего не спорите-то? Вы совсем согласны, что ли? Я что-то такое говорю, что с чем можно обязательно заглазиться? Надо и поспорить. Это нормально. Конфликтологи, я не спорю. Не в конфликт надо вступать? Я бы взял просто ботинок и кинул в меня. И ничего, ответственности никакой у вас нет. Ну, какая ответственность в уголовном кодеке? Это то, что ботинком бросилось преподавать. Нету. Вы читайте. Вон этот Жириновский знает. Вот я, например, в следующий раз приду со стакана. Вы начнете со мной спорить? Раз. В лицо. А вы там заявление, ректор, меня вызовут. Я скажу, вы знаете, я вот преподавал, рассказываю про социальное становление. Он смотрю, я говорю, побледнел так, думаю, сейчас умрет. Я раз ему в водой. А он неблагодарный. Письмо написал ректору. Ну, я черт с ним с письмом, я готов ответить, зато он живой. Мы же люди грамотные, мы знаем, что я ответил. Какая ответственность за то, что я вас облил из стакана? Никакой. Поэтому, о, там, что было, о, что было. Ну, что было. Ничего. Так. Значит, недостатки – это ваше отрицание в вас самих. Мои недостатки во мне – мое отрицание. А это отрицание, если вам не нравится про вас, я про себя скажу. Сама критикой займусь. Значит, мое отрицание, если оно не проявляется в действиях враждебных обществу, противоположных обществу, обществу, а не любому государству и не любому устройству общества. Мы говорим человечество, а человечество надо брать в развитии. Мы не можем абстрагироваться от развития человечества. Мы должны все свои действия сопоставлять с прогрессом, а не с регрессом. А реакционных у нас действий и движений сколько угодно. Правильно? И фашизм у нас есть. И исламизм вот этот есть радикальный, который считает, что все надо переписать историю, все сначала. А для начала уничтожить те государства, которые есть. А когда их уничтожат, то вы увидите, какое реакционное будет государство на их месте. Уже мы видим, когда если Пальмиру уже уничтожают люди, то понятно, что пришли люди, которые уничтожают человеческую культуру, которую уважали сотнями лет, тысячелетиями уже. Поэтому этот у них абстрагировался. И вот в моих действиях они проявляются в отрицательных. Что значит я с ними борюсь? Я могу сказать, я с ними борюсь. А они со мной не борются? Вот вы видели людей, которые спиваются? Да. То есть они борются с пьянством своим. Борются на самом деле, стараются не пить. А пьянство борется с ними. И что? Пьянство побеждает. Очень часто побеждает недостатки. Вот это хорошо, что вы боретесь. Но пока вы со мной боретесь. А вы со своими недостатками не хотите бороться начать? Со своими недостатками? Возможно. Только возможно. Нет, я хочу. Я не согласен с тем, что это наше отрицание в нас самих. Ну, хорошо. Это мое отрицание в вас. Вас это устроит? Если это не ваше отрицание. Если мои недостатки... Представляете, я свои недостатки переложил бы на вас. Говорю, вот мои недостатки... Это вот он эту всякую гадость делает. Это вот мои недостатки. Ну, какая-то тоже чепуха. Мои недостатки, как и мои достоинства, мое выражение. Но если я противоречив, то и в действиях противоречие проявляется. Может быть так, чтобы противоречие было. Вы согласны, что человек противоречив или нет? Да. Ну. Так если я противоречив, это борьба противоположностей. Да. А раз это борьба противоположностей, то значит две тенденции. Одна утверждает ваше позитивное целое, о котором вы все время заботились. А есть отрицательный момент. Это не кусок, правда, и не часть, а момент отрицательный. Он себя тоже проявляет в отрицательном движении. Ну, и то, и оно содержится во мне. А то, что во мне, это уже не отрицание меня, потому что оно во мне. Если какая-то гадость у вас содержится, это вы как раз и есть, да? Ну, ладно, будем знать. Это да. Серьезно у вас. Серьезно. Ну, будем работать. Будем бороться с вашими недостатками, в том числе с помощью государства. Знаете у нас государство что такое, нет? Государство, знаешь, что такое нет? Государство – это машина насилия для проведения политики правящего класса. Ооо. Да, вот я поставлен сюда государством, а государство – это тюрмы, лагеря, ФСИН, федеральная система исполнения наказаний. Вот кто не будет знать, что такое становление, что такое определенность, придет на экзамен, получит двойку и выгоним вас. Что я делаю? Это угроза насилия. Угрожаю. Угрожаю. А ты мне кого? Я вам кем прислан. У нас какой университет? Когда вот вам пишут государство. Что хотят сказать? Вот, хотят сказать. Будь не будешь. Это не правда, сэр. Правда? А что еще в этом? Что еще хотят сказать, когда говорят государство на университет? Ну, серьезно. Что? Конечно, серьезно. Да. Да выгонят его. Вот сейчас поставлю ему двойку, его выгонят. Сейчас-то не поставлю, у нас еще экзамена нет. Это у нас с ним тренировочные бои. Он все изобретает. Мы с ним договорились, чтобы было интересно. Он мой помощник. Надо и государство диалектично определять. И диалектично, и государство. Да. Может быть, государство сделает ошибку. Что надо меня, например, привлечь к ответственности. Может и такое быть. Или и вас. Почему не меня? Может, я на него зря нападаю. Ну. А раз зря нападаю, значит, надо так их преподавателей душить, давить. И государство подавляет противоположности. Правильно? Или нет? Ну, да. Ну, вот и пусть меня и подавляет. Ну, кого-то из нас будет подавлять. А мы сейчас с ним в контурах. Значит, либо его подавлять, либо меня. Вы же оба для общества не угрожаете. Вы же друг для друга только угрожаете. А для общества это может быть значительно. Нет, он опасен для общества. Он не признает своих недостатков. Он считает, что это его утверждение, а не отрицание. Это он убьет человека и будет... А вот он говорит, что разные точки зрения есть. Только его точка зрения, она с точки зрения студента, к сожалению, так устроен наш бренный мир, что сейчас моя точка зрения, я вот как ее выражу на экзамене, и все. А он будет спорить, спорить, а потом я вам говорю, ну ладно, двойка и проспешусь. Он говорит, ну да, я пойду жаловаться и жалуйтесь. Тогда создадут комиссию. И как вы думаете, найду я в комиссии коллег? Ужасно. Как вы считаете? Нету счастья. Пишите его там, сразу идите к этим, на груди вам напишут. Нет в жизни счастья. Наколку делайте, и все. Если что, придете на экзамен. Такова судьба. А не гарантирует хорошую оценку? А? А не гарантирует хорошую оценку наколка? Хорошая наколка придет. А у вас есть... Это будет какой-то... Это какой-то будет положительный какой-то момент. Человек как-то думал на эту тему. И я еще... А тогда я начну его спрашивать, что такое счастье. Он опять посыпется. Ты счастье знаете, что такое, нет? Сомневаюсь, вот точно не скажете. Нет, не скажу, пожалуйста. Ну вот. Поэтому как он может написать, нет в жизни счастья, что он не знает, что-то напишет, черт его что? Что такое счастье? А вот сначала вы скажите. Что такое счастье? Счастье это чувство полного удовлетворения. Ну то есть объелись, когда вы, понял. Нет, вы вообще-то... Почему вы на частности переходите? Да, я тоже счастлива. Что? Вот, ну я, вот видите, как получилось. Зачем вы всегда переходите на частности? Потому что я злодей. Нет, когда она объедается, она счастлива. А я счастлив, когда на студентов нападаю и на них нападаю. А есть нам их не разрешают. Я вам сейчас расскажу, что такое счастье. Вот мне рассказал один товарищ рабочий, водитель хлебной машины, французов. Говорит, встречаю я своего товарища. Говорит, слушай, вчера я испытал счастье. Какого я испытал это счастье? Да вот, говорит, несу в овощики бутылки водку и бутылки пива. И вдруг хрящ, и падает все. Ну все, конец. И вдруг я смотрю, пиво разбилось, водка нет. Вот счастье. Вот, человек знает, что его счастье. У вас... А нельзя быть счастье, когда отсутствие страдания? А? Отсутствие страдания. Это есть счастье? Отсутствие страдания негативное такое. Отсутствие страдания. Знаете, когда вы спите, вот вы и счастливы. Ну отсутствие страдания. Вы же, простите, не страдаете. Вот вы и счастливы. Поэтому вы счастливы, только сейчас проснулись, и уже несчастны теперь. И до вечера. А вот что насчет счастья и переживания полноты бытия? Ничего не полноты бытия. Ничего полное и неполное. Я не понимаю, что такое полное бытие и неполное бытие. Мне это непонятно. Это мне непонятно. Я не понимаю, что такое бытие. Бытие – это слишком абстрактная категория, чтобы говорить про него полное или неполное. Или есть, или нет. Или бытие, или ничто. Я не понимаю. Полное бытие – это вот такая полуграмотная формула. Можно? Да. Согласно Гуглу, счастье – это состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности своему бытию, полноте, смысленности жизни, осуществлении своего человеческого назначения. Ну, это вот то, что вы сейчас зачитали, близко к тому, что говорил Гегель. Гегель, как всегда, как человек гениальный, говорил короче и понятнее. А по-моему, я с этим вообще не согласен. И человек чувствует себя счастливым, когда он соответствует своему предназначению. Ну, это такое предназначение. Счастье – это такое момент. Ну, вот вы себя предназначаете для чего? Вот вы хотите стать, там, сказать, выйти замуж, родить ребенка, стать конфликтологом, много сделать. Вот если вам это вот… Много сделать. Вот если вы вот своё предназначение соответствуете, если вы вот то, что вы мечтаете сделать, если это осуществилось, вы чувствуете себя счастливым. А если вам это не удается, вы чувствуете себя несчастным. Но счастье – это определение такое. А у Маркса есть другое определение. Я сейчас дам. Это гегелевское определение. У Маркса определение такое. Человек, история. Он говорит уже не о человеке, не о чувствах, как у Испы. Дело в том, что я какой несчастный. На меня нападает преподаватель по философии. Иду. Значит, это не чувство он берет. Он берет человек. История славит как самого счастливого. Того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. И вот история не спрашивает, страдали вы при этом. Знаете, как все эти писатели страдают, ученые страдают, в муках рождают истину, или людей, и так далее. А история потом их славит. Вот не обращая внимания на то, как это досталось. Как самых счастливых людей. То есть это берется общественная сущность человека. Вы как общественный человек, если вы продвинули человечество вперед, вы счастливые. А если вы не продвинули человека, вы несчастные. Обычно, когда человек продвигает то, что человек вперед, по моменту, когда результаты труда, ну, из-за своей плоды, он уже мертв. А если он мертв, то ему, не знаю, все равно, продвинул он или нет человечество. Разве нет? Ну, правда. А мы говорим о человечестве. Как человечество считает, вам же интересно, как человечество считает, кого счастливым. Не как вот человек, сам он считает себя несчастным. Несчастным. А человечество считает, что он счастливый. Вот есть люди, которые бросились на амбразуру, и эти люди помогли выиграть борьбу с фашизмом. Какие это люди? Счастливые или несчастные? Счастье – это же очень моментное такое состояние. Скажем, каждый день человек, даже если он идет к своему предназначению, есть внешние факторы, которые не дают ему испытывать неконтролируемое все время счастье. Это секунды, доли секунд. Вечером домой, сел на кровати счастлив. Так вот, вы это счастье начинаете продавать по миллиграммам. То есть, раздергали его на моменты. А мы говорим сейчас не о моментах счастья, а о счастье. Счастье относится к жизни человека. Если человек соответствует своему предназначению, и если он продвинул человечество вперед, в какую-то табуретку сделал, он счастливый. А если даже табуретку не сделал, он несчастный. А он сделал табуретку. Сделайте табуретку, будете счастливы. И зам, вот детей родители. Вот посмотрите на этих детей. У Шопенгауэра есть вот такой афоризм филозофский. Что родители в своих детях любят свою любовь. И вот вы на них будете смотреть, и будете счастливы на этих своих детей. Еще раз скажите, пожалуйста. Родители в своих детях любят свою любовь. Это получается эгоистичным, нет? Ну, то есть, дети – это материальное воплощение их любви. То есть, эгоистичным. Любви двух родителей друг друга? Да, да. Вот в своей любви к детям они любят свою любовь. Это очень здорово. А раз так не сказать про отношения? Вот это Шопенгауэр сказал. Артур Шопенгауэр. В своих детях родители любят свою любовь. Вот ваши родители в вас любят свою любовь. А вы думаете, они именно вас любят? Они и свою любовь в вас любят. Потому что вы и есть плод этой самой любви. И почему вас не любить? Шопенгауэр скинул жену с лестницей. А? Шопенгауэр скинул жену с лестницей. Шопенгауэр что? Он скинул жену с лестницей, да? Правда? Я не слышал. Шопенгауэр столкнул уже свою жену с какой-то лестницей. Это я не знаю. Если я начну брать биографию разных учёных, Маркс и Энгельс, напили из красного вина, разбили урну и так далее. И можно дальше. А ещё, как сказать, Энгельс помогал деньгами Марксу, а у Маркса были карбункулы. Если бы не помощь этого Энгельса, он бы не вылечился от них, не написал бы капитал. Можно всякие подробности делать. И эта история, она не вычёркивает это. Но она понимает, что важно, что человек сделал для общества, для человечества. А если я начну рассказывать, что вы не сделали, это будет очень долго. Хотите, я расскажу, что вы не сделали? Так, приготовьтесь. Это потребует очень много времени. Вы никуда не уйдёте. Я буду рассказывать, что она не успела сделать. То есть, это неправильный ход. Спасибо за счастье. Сейчас. Это соответствует своему предназначению. Да. Конечно, на предназначение быть заужа для детей. Да. Но это не всё ваше предназначение. Если брать это. Нет, нельзя так брать это. Потому что зачем вы сюда пришли? Идите отсюда. Вы конфликтолог. Конфликтолог или нет? Да. Значит, ваше предназначение ещё и конфликтолог. Ну вот я стала конфликтологом. Или вы конфликтологом стали, чтобы конфликтовать с мужем. Я так понял. Нет. Ой, это страшное дело. То есть, обученный я это самый. Обученный конфликтовать. Это страшно. Или наоборот. Вы обучены разрешать конфликты с мужем. Понял. Ну, то есть, всё-таки, конечно, это очень большое значение имеет. Вот там и женитьба, и замуж. Но всё-таки к этому не сводится предназначение человека. Человек есть общественный человек. Ваша сущность общественная. Более того. Марс говорит, что человек, как общественный человек, выступает прежде всего в труде. В труде. Иногда за человека дома его за человека не считают. На работе. Вот, смотрите, как вы на роботе. Все опрятные, красивые. Так? Так сказать. И все. А дома вас могут... А, пойди туда, принеси то и так далее. Там разные. А на работе вы все очень уважаемые люди. Когда человек свою общественную функцию выполняет, то у вас какая общественная функция? У вас общественная функция, вот сейчас, быть и вырастить в настоящего конфликтолога. Правильно? Или я не прав? Не прав. А что-то там и собрали с конфликтологом. Вот. Это вовсе не противоречит тому, что вы как женщина, так сказать, естественно, ваше предназначение есть и родить ребенка, и, так сказать, вырастить его, сделать человеком. Ну, и, наверное, еще и в том, чтобы муж соответствующий был бы, чтобы он тоже в этом во всем участвовал. А не так, что думал, что это ваше дело, и все. Вот, я про это спрашиваю. Если я выполняю одно из своих предназначений, вот хожу замуж, но я несчастлива в браке, если у меня плохой муж, значит, я вообще несчастлива? Ну, вот если я предназначение выполнила, но... Бывает, люди в браке несчастливы, а, так сказать, в целом они продвинули человечество вперед в этом смысле, а их жизнь счастливая. Почему счастливая? Потому что вам будут завидовать очень многие. Потому что несчастных в браке очень много, а людей, которые продвинули человечество вперед, мало. Мало. Я почитаю, что ты сама себя определяешь, значит, ты уже столько не соответствует этому, без значения, ты уже не соответствует этому. То есть, ты уже хочешь от него идти, ты понимаешь, что тебе все плохо, и значит, у тебя уже какое же другое количество compass. Ты oss Angela понимаешь, что тебе не соответственно перечить. Значит, мы можем к этому и подойти и более философски. Вообще, определяющим в человеческой истории, писал Энгельс, является производство и воспроизводство непосредственной жизни. А под воспроизводством и воспроизводством непосредственной жизни понимается, а, производство человека, раз, о чем мы с вами и говорили, выйти замуж, жениться, родить детей, воспитать их, раз, и производство и воспроизводство материальных благ. На этапе первобытного коммунизма на первое место стало выходить в смысле роли воздействия на развитие общества материальное производство, производство материальных благ. Как только началось производство, а не собирание просто, пока собирали вещи, это был ещё, так сказать, первобытный коммунизм. А вот когда появилось уже рабовладение, потом феодализм, капитализм и дальше развитие производительных сил, определяющим стало производство материальных благ. От него все зависит. В том числе и форма семьи. Вот что Энгельс показал. Вот в замечательной работе происхождения семьи, частной собственности и государства. От него зависит, почему появился индивидуальный брак, а не полигамный брак и так далее, который был изначально. И так далее. Все это уже вытекает из того... А вот частную собственность надо обеспечить. Значит, надо известно, как передать наследство и так далее. Эти вопросы передачи наследства приводили к тому, что там при официализме вообще никто вас не спрашивал, за кого ты собирается выходить замуж. Ну, вас решили замуж выйти. До него... А? Нет, проституция тогда не развивалась. Развивается она сейчас развилась. Сейчас, потому что сейчас за деньги можно купить все, что угодно. Любую идею, искать любовь и так далее, или псевдолюбовь. Сейчас она развивается. Такого развития проституции, как в буржуазном обществе, никогда не было. Поэтому тоже Маркс и Энгельс говорили, что вот они говорят там об общности жен. Так это вот сейчас при буржуазном строе, вот это и появилось. Общность жен. Пожалуйста, там Клава, Люба, Света. Все обвешено. Все обвешено. Что, не знает общество? Что это такое? Знает. Ответственность какая? Ответственность у организаторов публичных домов. Много вы знаете привлеченных к ответственности, к уголовной. Вот этих самых организаторов публичных домов. Уж я уже не говорю о том, что если рабство сексуальное продают девушек за границу, они туда едут, говорят, на хорошую работу, а там потом они оказываются в публичном доме. И это сплошь и рядом. И некоторые оттуда возвращаются, а некоторые убивают. Сейчас это распространено. В том, где дело. Сейчас. На асфальте уже пишут. 24 часа. И это связано с таким устройством. А если у общества нет такого неравенства и нет безработицы? Ну и кто будет этим заниматься? Нету безработицы. А есть безработицы сейчас. Скажут, нет, вы не занимаетесь. Идите работайте. Куда работаете? А безработица. И в то же время есть, так сказать, это дорого, это дорого, это дорого и так далее. И ориентация на то, сколько я денег имею. У нас такой был интересный эпизод. Ехали мы с коллегами на заседание Российского комитета рабочих. И вот ехал там рабочий французов. И этот вопрос обсуждался о том, что вот... А вот сейчас женщины выходят за богатых, без любви. Ну, это действительно беспроблемно, так сказать. Вышли, так сказать, все, деньги есть, квартиры есть, все хорошо. И вот, так сказать, тот же самый французов стал говорить, что это, говорит, ненормально, и это ни к чему хорошему не приведет. А со второй полки женщина молодая говорит, а я бы, так сказать, хотел бы выйти замуж, пусть без любви, но за богатого. А он ей говорит, да, если вы вышли без любви из-за богатого, а он, так сказать, потому на вас женился, что вы молодая, пройдет 4 года, он вас выкинет и возьмет более молодую. И так оно и бывает. Поэтому счастливых таких браков, если они не приведут, нет, не бывает, которые построены на деньгах, не бывает. Поэтому еще и придумали, а давайте, говорит, заключим сразу этот договор. Вот плитка моя, телевизор ваш. Так, это то, это то, это то, это то. Ну, если что, то раз, и... А сейчас как? Обычный брачный договор в чем состоит? Половина, то, что нажито в течение жизни детьми, половина, переходит к каждому из членов. Возвращаемся. Возвращаемся, что вот это развитие производства, оно стало главным, поэтому общественное предназначение человека, оно превышает вопросы просто рождения и воспитания детей. И воспитание детей во многом общественное. Люди бьются, чтобы в детский сад отдать, не могут, нет мест. В школы, слава богу, еще отдают, хотя уже у нас не среднее образование, как было, а у нас основное среднее. Что такое основное среднее? Это как был бакалаврят вместо специалистов. Что же основное среднее? Что же такое вообще? Вот я среднюю школу кончал. Я из старшего поколения, я намного старше вас. Мне вот, например, очень не очень приятно. Мне даже жалко, что у вас среднее образование-то получили, надеюсь. А не все же получают. Среднее образование не все получают. Это кошмар. А высшее? Вот я специалист, а вы не специалист. Или вы не собирается вам давать специалиста? Идите, говорит, в магистратуру. А видели там сколько людей? Я у конфликтологов на втором курсе веду. Пять человек. Все на работе. Приходит один, два, три. Иногда ноль. Ну, мы записываем. Не приходит. Потом приходит через 15 минут. Говорит, ну, посмотрите, что тут было без вас. Ужас. А раньше было вот потом. Ну, видите, вот у вас группа большая. А сидит три человека на втором курсе. Исторатура по конфликтологии. Экзамены я у них принимаю. Я эту картину наблюдаю. Такого раньше не было. Были потоки большие. Там 200 человек. 300 человек. Я лекции читал там 1500. В этом самом доме политпросвещения. Где такие сейчас лекции? Я очки перестал носить. А что смотреть? Я и так вас вижу. Мы же рядом. Зачем очки? С чем это связано? С чем? С тем, что у нас образование пошло назад, а не вперед. Назад пошло. Это у вас нет недостатков. Оборудование есть. Ну, потому что вы, например, много бюджетных мест в магистратуре? А? Боклавляйте много бюджетных мест, а в магистратуре мало. Поэтому не все могут заплатить. Даже если там бюджетные места. Ну, вы на шесть лет на шее у родителей тоже сидите. Здорово. Потому что у нас шестилетнее обучение было. Это было вечернее отделение. Его закрыли. Сделали магистратуру. Они учатся с пяти. Так это вечернее отделение. Под названием магистратура. Вот и все. Завели вечернее отделение, сократили его. Вам дают место специалистов бакалабров? То есть вы не можете поступать в аспирантуру? Я могу, вы нет. Почему? В чем дело? В чем дело? Что за дискриминация? Это конечно, что вы не можете поступать в аспирантуру. Вам осталось. Вот так бы вы проучили еще один год. И пошли в аспирантуру, если захотели. А теперь нет. Идите магистратурой. Два года платите, если платное. Или просто. Не платное? Ну, хорошо. Значит, у вас есть, кстати, военная кафедра или нет? Да. Есть? Ну, вот. Может, вас не заберут в армию. А то заберут, то они в армию. Одни девчонки сидят. Так, ну, это мы уже на общественные недостатки перешли. Ну, я о чем еще хочу сказать? Что, когда мы говорим о предназначении, прежде всего, общественное предназначение берется. Оно включает в себя то, что, конечно, производство людей есть. То есть, люди женятся, выходят замуж, рождают детей. Но, тем не менее, вот мы понимаем, что каждый человек предназначен для дальнейшего развития общества. И это, главное, его критерий. И в том числе и критерий счастья. Если человек удалось в течение своей жизни общество развить, он счастлив. А если он... Хотя чувствовать он, ясно, и несчастным. А есть такие люди, которые... Знаете, как спортсмены, которые выиграют и падают прямо после выигрыша. Вы победили? Победили. Отдали все силы, победили. Да? Есть такие люди, которые вообще не развивают общество? Вот вообще вообще... Конечно, есть злодеи всякие. Они не только не развивают, они толкают в обратную сторону. Вот это вот самое течение реакционного исламизма. Оно враждебно развитию общества. И вот нам хотели тут некоторые товарищи навязать критерии, что если я пришел, и от меня они что-то требуют, то, значит, не я прогрессивный, а они прогрессивные. Это не зависит от количества. То есть, ты собрал сотню дураков, и один умный, и все равно эти дураки. Или реакционеров, а один прогрессивный. То есть, это от количества не зависит. Если у вас много достоинств, и одно отрицательное качество, то вы человек положительный. А как можно однозначно судить о каком-то общественном событии, что оно оказало только положительное или только отрицательное? Надо изучать это событие, и оно всегда противоречиво. Если оно целое, вот целое оно положительное, то в нем обязательно есть отрицательный момент. А если в целом отрицательное, то есть оно толкнуло общество назад, то в нём положительное вы тоже найдёте. И вот так и да. Потому что некоторые думают, что противоречие – это вот одна сторона, а другая сторона на равных. Нет. Либо целое положительное, и в нём отрицательный момент. Либо в целом отрицательное, выступающего как положительное, это отрицание выступает как целое. А в нём есть какие-то достоинства. Например, в чём состоит мошенничество? У вас есть 3 рубля? Есть? Нет. Нет? 5? 500? Что ж? А у вас? Нет. Давайте мне 3 рубля, а завтра вам 3000 отдам. Это как называется? Обманом. Вы мне доверяете? Наверное. Соч, наверное. Чем мы так с вами знакомы уже долго. Не доверяйте мне? Не доверяю. Доверяйте или не доверяй? Ну, честно скажите. Доверяйте. Доверяйте. Видите, вот человек мне доверяет. Дайте 300 рублей. Так вот, злоупотребление доверием – это определение мошенничества, которое дано в Уголовном кодексе. Откройте Уголовный кодек, найдёте. Мошенничество – это злоупотребление доверием. То есть, я вот с вами ведём занятия, вы мне стали доверять. Я говорю, ну вот, нужно тут хорошее дело, давайте, то и сё. Собрался всех, и меня только и видели. И я уже, Полонский, собрал 6 миллиардов рублей, уехал в Камбоджу. Ну, я чувствую, кое-что, поеду, но уже 300 рублей. Нет, я должен дальше втираться в доверие, и уж что-нибудь пока… Вы там, давайте, готовься, готовься, думайте. Мошенничество – это злоупотребление доверия. Надо было делать, пока аудитория по 5 тысячам. Да. Неудачник. Пусть неудачник плачет. Так, ну вот мы с вами, так сказать, разбирали, разбирали, всё-таки, как устроено становление. Но пока больше на примерах. То есть, такого систематического изложения, что такое социальное становление, мы не сделали, это мы сделаем в следующий раз. То есть, да. А мы мыслим во сне? А? Мы мыслим во сне? Нет. Почему? Потому что мозг ваш спит во сне. А если он плохо спит, значит, он не вполне ваш сон. Сон с отрицанием у вас. Ну так, бывает, что полусон, когда человек не в своей мысли. Когда он человек мыслит, то он ещё не вполне спит. Это бывает. Когда вы ещё не спите, а в то же время… Представляешь, переходное есть состояние. Это граница между сном. Это разве не какая-то регенерация наших мыслей, всё то, что мы видели? То, что вы видели, это образы, а не мысли. Вот если меня вы видите во сне, это не мысль. Это я вас напугал. Есть сны, в которых размышляешь. Есть, значит, размышления. Что? Есть сны, в которых размышляешь. Ну, есть сны, в которых кажется, что вы размышляете, а потом просыпаешься, что думаешь, какая глупость я там прибыла. Мыслики глупостями. А кажется, что вы что-то умное такое делаете. То есть, это ненормальная работа мозга. То есть, человек во сне, он вообще спит и мозг выключается. А когда он при этом работает, значит, что-то у него или болит, или он устал, или надорвался, или ещё что-нибудь. Поэтому у него кошмары могут быть всякие. Что угодно. Вот недавно, мне вчера приснился сон. Вот я с внучкой смотрел этих смешных котов. Она смотрела, а я ей включал. Вот сон мне приснился такой. Поскольку это образование, они же могут у вас на сетчатке отразиться и в голове прокручиваться. Что вот, так сказать, стоит птичка гуляет маленькая в комнате, а около двери стоит коз с такой поднятой лапой. И вот две здоровых кошки решили птичку съесть, а он как на них зашипит, на этих самых. И птичку защитил. Это что? Это мысли, что ли, у меня? Нет, конечно. Это образы какие-то. Образы могут у вас витать во сне. А если мы просыпаемся с какой-то идеей, то это значит, что мозг её создавал? Это когда вы просыпаетесь с идеей, вы ещё запишите, потом почитайте. Я вам сейчас расскажу, как один человек ловил идею всё время. И всё боялся, что вот она, идея же приходит, вот сейчас будете готовить работу, курсовую или что. Главное не пропустить ночью. Он боялся, что она ночью придёт, а он потом заснёт, и всё. Она больше не придёт. И он всё приготовил. Значит, чистые бумаги на столе, карандаш. И думаю, и вот, наконец, ночью она пришла. Идея. Он встал и быстренько записал. И лёг спать. И проспал 13 часов. На радостях. И вот утречко он встаёт, солнце, распахнуло окно, хорошее настроение, подходил к столу, там написано, воздух сух как гвоздь. Такие идеи приходят. Хотя, вот в полусне, может быть, какие-то мысли, которые вы думали, думали, они не дают вам спать, и ваш мозг продолжает работать, хотя вроде бы вы отдыхаете, у вас там руки, ноги спят, а мозг продолжает работать. Это не сон. Это значит, у вас мозг продолжает ту работу, которую вы ему задали. И он, поскольку вы в неё уже вошли, то человек не может уснуть, пока он не додумается. Вот у меня есть дома компьютер, который не на Microsoft работает, а на операционной системе Linux. У меня и такое, и такое есть. Ну вот, и я просыпаюсь где-то в 7 часов, и мне в голову, как называется эта вот система операционная, свободная? Не могу вспомнить. Я и так, и сяк. В общем, кончилось дело тем, что я встал и пошёл, начал, набрал, что это за система, и вспомнил, что это Linux. А так, ну, не заснули. Ну и что из этого следует? Ничего из этого. Ничего умного тут нету. Забыл человек. А если что-то забыл, из того, что должен помнить, это, кажется, потеря. А раз потеряна, человек беспокоится. А что он беспокоится? Ложитесь вовремя. Больше физические упражнения и свежий воздух. Вот. И если вы хотите вот что-то решить, я хочу сказать, что, конечно, вот математическую задачу решаешь, 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 потом ляжешь спать, то, что не решил, и утром легче её дорешать. Какая-то, может быть, работа такая, не вполне подспудная, идёт, не в явной форме, и это облегчает вообще её решение. Если вы вошли в какую-то тему, вот вы будете тему какую-то разрабатывать, курсовую, если долго на эту тему думали, вам может что-нибудь присниться из этой темы. То есть, это говорит о том, что мозг у вас над этим работает. Когда вы эту проблему решите? Ну, это уже, так сказать, второй вопрос. Конечно, человек погружён тогда в это, и это отражается даже на его снах обязательно. Так, ну, это мы уже далеко ушли. Далеко ушли. А давайте остановимся на том, что мы должны категорию становления, которая в абстрактной форме есть движение, исчезновение, бытие, в ничто, ничто, в бытие, уметь, применять, и к движению, которое бывает аналогично, движение в общественной жизни, в самых разных областях. в том числе связанных с конфликтами. Правильно? То, что там нарождается, что там пропадает, что приходит, что становится, возникает, и так далее. Но мы на этом ещё остановимся в следующий раз. Всё равно социальные изменения у нас будут рассмотрены. Спасибо за внимание. Продолжение следует...